Уважаемый профессор Скарпиньятто, меня зовут Алексей Головенко, я молодой гастроэнтеролог из Москвы. Позвольте поблагодарить вас за рассказ о действительно новом решении в лечении гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, которая, надеюсь, окажется полезна в нашей повседневной практике. Не могли бы вы дать практические рекомендации не столько для специалистов-гастроэнтерологов, а больше для врачей на первичном приеме? Какова общая стратегия лечения гастроэзофаги по мнению вас, как экспертов? Врач общей практики — важнейшая фигура в лечении гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. Он первым сталкивается с симптомами у пациента, страдающего этим заболеванием, и, как правило, при отсутствии тревожных симптомов он назначает эмпирическое лечение, обычно начиная с приема ингибиторов протонной помпы. Это общепринятая практика. Однако нам необходимо помочь ингибиторам протонной помпы справиться с лечебной задачей. Мы можем добавить вещество, способное, скажем так, дополнить их действия. Ведь, как мы знаем, ингибиторы протонной помпы подавляют секрецию кислоты. Но этот антисекреторный эффект можно усилить протективным действием на слизистую оболочку. И теперь в нашем распоряжении есть медицинское изделие под названием альфа-зокс, содержащее два природных мукополисахаридов — гиалуроновую кислоту, компонент тканей, и хондроэтиносульфат — еще один такой компонент, широко известный, в частности, в ревматологии. Они обладают противовоспалительной активностью, заживляющим действием и, собственно, защищают слизистую оболочку. Эти вещества в препарате комбинируются с полоксомером — биоадгезивным соединением, обеспечивающим контакт мукополисахаридов со слизистой оболочкой пищевода. И благодаря полоксомеру они словно прилипают к слизистой, удерживаются дольше и таким образом оказывают свое физиотерапевтическое действие. Ведь увеличивая дозу физиологически действующего вещества, мы можем добиться уже терапевтического воздействия на пищевод. Нам удалось убедительно показать, что при подключении альфа-зокса к лечению ингибиторами протонной помпы мы можем, очевидно, удвоить частоту ответа на лечение. Мы можем удвоить эффект, если станем использовать альфа-зокс в начале лечения. Мы можем удвоить эффективность терапии при подключении альфа-зокса при уже констатированной неэффективности стартовой терапии ингибиторами протонной помпы. Другой, практической областью применения альфа-зокса являются так называемые внепищеводные проявления ГЭРБ. Я говорю о пациентах с жалобами на хронический кашель, осиплость голоса, о пациентах с ларингитом и обострениями бронхиальной астмы. Гастроэзофагиальный рефлюкс усиливает эти симптомы, а иногда является единственной их причиной. Однако ингибиторы протонной помпы, как мы знаем, в подобных случаях чаще всего оказываются неэффективны. Эти внепищеводные проявления ГЭРБ являются еще одной важной областью применения альфа-зокса, который в данном случае справляется с тем, что не под силу оказывается ингибитором протонной помпы. Он защищает дыхательные пути, в частности, подавляя активность пепсина, который для дыхательных путей оказывается часто опаснее, чем, собственно, кислота. Эффект от лечения отмечается практически сразу, однако максимальным он становится к концу второй недели приема альфа-зокса. Чрезвычайно быстро. Продолжительность приема может быть очень большой. Компоненты этого медицинского изделия по определению действуют местно, не всасываются, что исключает возможность побочных эффектов, абсорбции и лекарственного взаимодействия. Таким образом, это вещество может быть совершенно безопасно использовано врачами общей практики у молодых людей, у беременных женщин и даже у детей, если это необходимо. Еще пара практических вопросов. Обычно мы лечим гастроэзофагиальную рефлюксную болезнь в течение 8 недель или 12 недель. Можем ли мы так долго использовать альфа-зокс? Безопасно ли это? Совершенно точно. Следует, добившись заживления слизистой оболочки, отменить ингибитор протонной помпы и продолжить терапию альфа-зоксом для стимуляции и поддержки защитных свойств пищевода, с тем, чтобы, так сказать, отложить возврат заболевания. Ведь ГЭРБ — это хроническое рецидивирующее заболевание, которое неизбежно будет возобновляться. И, применяя длительную терапию, мы можем отложить рецидив заболевания и изменить естественное течение патологии. Еще вопрос. Обычно мы советуем пациентам с ГЭРБ принимать пищу часто и малыми порциями, хотя это больше традиция, чем проверенная рекомендация. Как сочетать этот совет с применением альфа-зокса между приемами пищи? Я согласен с рекомендацией уменьшать размеры порций. С частотой приема все не так однозначно. Обычно альфа-зокс принимают между завтраком и обедом, между обедом и ужином, и перед отходом ко сну, иногда даже в двойной дозе на ночь. По крайней мере, в период особенно выраженной симптоматики это оправданным. Важно использовать альфа-зокс хотя бы через час после еды, а еще важнее воздержаться от приема пищи после этого в течение одного-двух часов, поскольку в противном случае прием пищи усилит перистальтику пищевода, и пища фактически смоет медицинское изделие альфа-зокс со слизистой оболочки. Так и выглядит лечение между приемами пищи. Через один час после еды, и хотя бы за один-два часа до еды надо дать средству спокойно подействовать на слизистую оболочку пищевода. Является ли тогда прием альфа-зокса на ночь наиболее обоснованным и самым важным аспектом лечения? О, да. В положении лежа время транзита по пищеводу наибольшее. Так и продолжительность контакта альфа-зокса со слизистой оболочкой пищевода ночью будет наибольшим. А это и является залогом максимального фармакологического воздействия. Увидим ли мы исследование альфа-зокса как средство монотерапии ГЭРП или как средство принимаемого по требованию? Альфа-зокс уже используется по требованию. Многие мои пациенты носят альфа-зокс в кармане и принимают его при, так сказать, приступе изжоги. Мне представляется возможным использовать альфа-зокс при лёгких формах заболевания и при изжоге беременных. Ведь, как известно, изжога и запор — это два главных симптома со стороны желудочно-кишечного тракта у беременных женщин. И в этой ситуации особенно важна безопасность, особенно в первом триместре. В этом плане альфа-зокс — идеальное средство. Также этот препарат представляется чрезвычайно безопасным и у детей. Целенаправленные исследования пока не проводились, однако мы начинаем такое испытание альфа-зокса в том числе у детей младшего возраста. Спасибо. И последний вопрос. Каковы перспективы использования альфа-зокса при других заболеваниях? Не только при гастроэзофагиальном рефлюксе, у детей, у беременных, не только при внепищеводных проявлениях ГЭРП? По-видимому, другие показания появятся. Первое, что приходит в голову, это использование средства при болезнях желудка. Ведь альфа-зокс создает, так сказать, защитное покрытие на стенках желудка, защищая его, например, от нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как аспирин. А в Испании рассматривается другое интересное показание к применению альфа-зокса. Его вводят под слизистую оболочку перед полипектомией или при диссекции в подслизистом слой. Дело в том, что по сравнению с физиологическим раствором или раствором адреналина, альфа-зокс удерживает слизистую оболочку в приподнятом состоянии более продолжительное время, а это позволяет безопасно выполнять эндоскопическое вмешательство. Так что, как для любого хорошего препарата новые области применения непременно появятся. Как в случае с аспирином, открытым 150 лет назад. Сперва только противовоспалительное средство, теперь он используется как антиагрегант, спасающий жизни, а с недавних пор и как средство лекарственной профилактики рака. И для такого старого препарата находятся новые точки приложения. Уверен, такова судьба и альфа-зокса. Позвольте поблагодарить вас за разработку этого средства и за интересный рассказ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.